Вы слушаете подкаст «Джи значит гинекология», в котором мы говорим о женском здоровье. Меня зовут Кристина Никулина, я врач-акушер-гинеколог, и этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. Спонсор этого сезона – производитель диагностических экспресс-тестов на беременность, будьте уверены. В этом выпуске мы разберем, насколько безопасен секс во время месячных. Заниматься сексом во время месячных или нет – это личное предпочтение каждого, и прежде всего вы должны это обсудить со своим половым партнером. Но если вы все-таки решили заняться сексом, то давайте разберем основные моменты, как это сделать максимально безопасно для вас и для вашего партнера. Существует миф, что при менструации забеременеть нельзя, поэтому допустим секс во время критических дней без использования дополнительных методов контрацепции. Конечно, это не так, и не стоит забывать, что женщина может забеременеть в разные дни менструального цикла. Не существует безопасных дней и дней, которые благоприятно влияют на зачатие. Наиболее благоприятным периодом для зачатия является овуляция. Но овуляция происходит у всех в разные дни. Как правило, стандартная овуляция происходит в середину цикла, то есть при длине цикла 30 дней, овуляция в среднем на 14-15 день. Но иногда происходит ранняя овуляция, которая может быть на 6-9 день цикла, либо поздняя, на 18-20. Поэтому женщина имеет определенные риски забеременеть в разные дни цикла. И не стоит забывать, что овуляция бывает двойная. А также сперматозоиды, которые находятся в полости матки, могут сохранять свою активность в течение 5 суток, что тоже не исключает риски зачатия. Также очень важно практиковать безопасный секс во время менструации, потому что все еще можно заразиться или передать инфекции, передающиеся половым путем, в том числе и ВИЧ. Кроме этого, кровь является отличной средой для развития болезнетворных бактерий. А также существуют риски воспаления внутренней слизистой оболочки матки. Почему это происходит? Потому что сервикальный канал, который находится в шейке матки, открыт во время менструации. И это является благоприятной средой для того, чтобы патогенная флора через сервикальный канал попадала в полость матки. Это может способствовать появлению метрита или воспаления матки. Так что для безопасного полового контакта во время менструации обязательно использовать презервативы. Тема фертильности интересовала человечество с самого зарождения цивилизации. В разные времена женщины пользовались всевозможными и необычными способами определения беременности. Сегодня поговорим о том, как это делали в Древней Греции. Перед сном женщине предлагали поместить во влагалище лук или чеснок. Если на утро у нее изо рта неприятно пахло, значит о беременности не могло идти и речи. Медики того времени считали, что пустая матка способствует передаче запаха из половых органов до самого рта. И наоборот, наличие в утробе ребенка не дает овощному аромату подняться выше живота. Конечно, сегодня такая методика не имеет никаких медицинских обоснований. Она скорее навредит женщине, а не определит беременность. Благо в наше время женщинам не нужно прибегать к обрядам и народным методам, чтобы узнать о своей беременности. Достаточно обратиться к современным экспресс-технологиям ее определения. Такую возможность предоставляет партнер этого сезона компания «Будьте уверены». «Будьте уверены» – это ведущий российский производитель диагностических экспресс-тестов. Уже более 30 лет он заботится о том, чтобы у каждой женщины был доступ к надежной и быстрой диагностике. Компания разработала линейку удобных тестов на беременность и овуляцию «Смарт-тест». Они просты в использовании и обладают высокой точностью, что позволяет женщинам контролировать свой репродуктивный цикл. Линейку тестов дополнила приложение «Смайл Ридер», разработанное компанией «Будьте уверены» совместно с южнокорейскими партнерами и «Смайл Лаб». В нем можно интерпретировать результаты тестов, проверять уровень гормонов и вести календарь здоровья. С его помощью женщины могут узнать важную информацию о своем менструальном цикле и планировать беременность. Приобретайте экспресс-тесты от «Будьте уверены» и скачивайте приложение для отслеживания результатов «Смайл Ридер» по ссылке в описании подкаста. Что можно предложить для более комфортного секса во время менструации? Можно попробовать вагинальные тампоны для менструации. Это не те тампоны, что женщина использует в целью гигиены, а небольшие изделия из полиуретана, которые выглядят достаточно мило в форме сердечек. Они бывают разного цвета и разных размеров. Их можно приобрести на разных маркетплейсах, а также в аптеках. Эти маленькие тампоны используются не только для секса во время менструации, но пациентка может их использовать для посещения бассейна, например, или тренажерного зала. Как они используются? Конечно, перед введением этого тампона нужно помыть руки, после чего достать это маленькое розовое сердечко и ввести глубокое влагалище. Тампон может находиться во влагалище около 8 часов. За это время он берет на себя все менструальные выделения, тем самым образом создает более благоприятные условия для секса или для любой другой физической активности. После этого тампон обязательно нужно достать и использовать просто обычные средства интимной гигиены в дальнейшем для менструации. Механизм действия таких тампонов связан с тем, что они работают как гемостатическая губка. Как губка, которая впитывает на себя излишнюю влагу, так она будет поступать с кровенистыми выделениями. Тампоны эти являются гипоаллергенными, и в целом это является удобной альтернативой для улучшения качества половой жизни, а также физической активности. Основной вопрос, который возникает у пациенток, не будут ли эти тампоны мешать при половых контактах? Нет, потому что эти тампоны более мягкие по структуре, поэтому при занятии сексом эти тампоны не ощущаются ни самой женщиной, ни половым партнером, потому что по структуре они похожи на губку. Есть две ситуации, в которых женщине стоит отказаться от занятий сексом при менструации. Первое – это если менструация очень обильная, и второе – если женщина испытывает тянущие боли внизу живота, потому что половые контакты могут спровоцировать усиление болей и привести к нежелательным последствиям. Поэтому в такие дни лучше воздержаться и перенести половой контакт на другой день. Это подкаст «Джи» значит гинекология. С вами была Кристина Никулина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!